Добрый вечер. Я Алексей Чергеев. В эфире 16-й выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Можайск. Название городу дала речка Можайка. Ранний период его истории далеко не ясен. Известно, однако, что в 1277 году он был одним из удельных центров Смоленского княжества. В 15-м веке здесь чеканилась собственная монета. Транзитное положение на пути в Литву, Польшу и далее на запад делало Можайск привлекательным для купечества. Это же обстоятельство и близость рубежа с Литвой обязывала власти к постоянному его укреплению. Сохранилась Песцовая книга самого конца 16-го века, которая дает представление о Можайске, как одном из крупнейших городов России, вскоре после его высшего взлета. Деревянные, обмазанные глиной стены. Каменные Никольские ворота с надвратной церковью и деревянные покровские. Пять деревянных башен. Каменный собор Николая Чудотворца Можайского и три деревянные церкви. В городской стене, часы с боем. На стенах 14 пещерей. Внутри стен также избы администрации, губного старосты, городского приказчика и целовальников. Две тюрьмы. Вокруг крепости располагался Можайский посад с 28 церквами и 8 монастырями. В Песцовой книге более 60 названий Юли Цепирюков, около двух десятков слобод и слободок, указывающих на занятия их населения, кожевничья, стрелецкая, огородничья, ямская. Ремесленники были самым многочисленным слоем населения. В Песцовой книге упоминаются кожевники, горшечники, плотники, каменщики, серебряники, иконники, мясники, хлебники, талачники, пирожники, квасовары, масленники. Им принадлежало 205 дворов, в 175 жили молодшие люди, в 30 – середние. В 14 рядах Можайского торга располагалось свыше 400 лавок, но только третьей их частью владели черные горожане. Рассвет города был связан с особо благоприятными условиями первой половины XVI век. Однако Ливонская война, закончившаяся провалом для Ивана Грозного, стала одной из причин разорения страны. К концу XVI века каждые 9 из 10 посадских дворов уже запустили. Заселенными оставалось лишь 570 дворов, а это не менее 2000 горожан. Таким образом, в середине XVI века в Можайске было около 20 тысяч жителей, больше, чем во многих городах российского государства и даже европейских столицах. Разорение города продолжалось смутным временем. В 1614 году в городе оставалось 50 зеселенных дворов. Преодоление у полного запустения способствовало лишь сооружение новой каменной крепости, ведь потеря Смоленской вязьмы приблизила границу вплотную к городу. До конца XVII века население Можайска практически не изменялось, а Петровские реформы обошли его стороной. И все таки постепенно Можайск оживляется, но реке на основе складывающегося здесь огородничества. Во второй половине XVIII века появляются первые промышленные предприятия по переработке продукции сельского хозяйства, рассчитанные на обеспечение местного рынка. Периодически возникали текстильные фабрики с несколькими десятками рабочих. К середине XIX века население города не достигало и 4000 человек. Даже строительство железной дороги не оживило жизнь города, и к концу XIX века число жителей вновь сократилось до 3000. Можайск до сих пор остался небольшим городом. Здесь находится известный всем Можайский полиграфический комбинат. Герб Можайска. В серебряном щите на зеленой оконечности червляная крепостная стена с семью башнями и золотым входом. В золотой вершине название города зелеными буквами. Утвержден 13-й сессии XVI созыва Можайского городского совета народных депутатов 18 сентября 1979 года. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.